салют чуваки сегодня в этом ужасном месте собралась куча серьезных людей мне в лицо бьет солнце и вообще здесь страшно невероятно здесь прыгают какие-то люди я отловил для вас несколько юристов чтобы задать вопросы которые интересуют лично меня давайте глянем фига не нам ответил честные условия смарт-контракта не могу перечислить криптогаз честные условия смарт-контракта нет стороны ПО программное обеспечение на котором нет правовые основания для признания договора R&D блокчейн действительно нет плохой блокчейн частный закрытый блокчейн правые основания конституция являются ли надпись на вашей футболке персональными данными нет хороший вопрос я знаю только пароль к вашему вайфаю заслуженные юристы города Стэнфорд в Калифорнийской области создали бота который консультирует по инструкции по 6 и по 7 сложно будетana будет сведеть где-то видишь способы для монетизации и масштабирования но сначала надо засунуть этого бота в алисы какой-нибудь робота чтобы она ходила и осматривала. Которая смело фоно? Да, которая хочет ненужить человечество. Вот собственно тогда. Обычно по П6, по 7 сложнее всего найти свидетель. Вот она будет свидетельцем. Баннерная реклама. Баннерная реклама. Вот и. Вот и. Вот государственную программу поддержки эстепажных направлений найти стейкхолдеров, провести с ними серию мастер-классов и просить деньги за это. В какой форме вы подаете в суд доказательства, размещенные в блокчейне? Как письменное доказательство или как вещество? Как показания свидетелей. Скажи, сколько законопроектов в месяц по крипте нужно подавать в Верховную Раду для того, чтобы Украина превратилась в криптогавань для скам? Двух достаточно. Три. Неверально. Понял. В зависимости от того, сколько они принимают, соответствуют. Ладно. Это ответ. Но теперь очень важный вопрос. Если бы ты мог поменять любые условия в правилах охраны труда во время эксплуатации ЭОМ, утвержденные приказом Государственного комитета Украины по повышенной политике, охраны труда и горной войны. Номер 65. Выдохнул. Какое бы положение ты изменил? Начал бы с названия. Правильно. Название. А то, где говорится, что не вступать в себя. Красавчик. Сколько строчек кода в налоговом кодексе Украина? Ну, если исходить из того, что законодательство это код, то там одна длинная строка, потому что в ней нет специальных обозначений, которые указывают на ее окончание. Вообще ни одной идеи. Ни одной строчки. Хорошо. Предполагаю, что несколько в прокинцебах положено. Сколько времени вы, как юристы, можете прожить без ноутбука, телефона и порнхаба? Порнхаб я узнал от тебя. Ну, вот если без последнего я бы... Час? Как-то дольше? Дольше, чем сейчас. С кем без ноутбу? Восемь часов, девять часов. Скажем без ноутбу. Сомневаюсь, что это возможно. Больше шансов. Наверное. Если это встреча. Ну, как юрист я могу прожить сколько угодно, а вот как человек не могу прожить больше часа. Спасибо.